Война и сцена Просветительной деятельности творческих работников театра в годы войны. Созданный еще в довоенные годы, театр Дорфпруфсужа был связующей нитью театрального процесса на огромных просторах Сибири и Дальнего Востока. Все служители Мельпомены имели статус железнодорожников и, соответственно, бронь. Их не призывали к участию в боевых действиях на фронтах. Но каков был их труд в так называемом глубоком тылу? На выставке представлены фотодокументальные материалы из речных архивов лишь нескольких замечательных артистов, оставивших яркий след не только в театральной жизни сурового времени, но и являющих неоспоримый пример человечности, мужества, любви к Отечеству для россиян новых поколений. Эти небольшие разделы создателями выставки названы просто гримерками. Первая гримерка – мужская. Здесь представлены материалы двух замечательных артистов и друзей – Виктора Чекмарева и Евгения Бровкина. О Чекмареве мы чуть раньше уже упоминали. Добавим только, что Виктор Константинович внес в творческую атмосферу театра военного времени удивительную живинку, будучи неиссякаемым генератором идей, жизнелюбом и человеком высоких моральных принципов. Талантлив был необычайно. И талантом заряжал окружающих. С Евгением Антоновичем Бровкиным поддерживал дружбу до последних дней. А когда узнал о кончине Бровкина 21 апреля 1981 года, прислал из Ленинграда, где жил и служил тогда, стихи на смерть старого друга актера. Евгений Антонович, несмотря на бронь, напросился в боевую часть. Был серьезно ранен. Комиссованная инвалидность с припиской о возможности заниматься конторским трудом. Из раненной ноги то и дело выходили осколки, причиняя невыносимую боль. Если вы спросите, можно ли сравнить труд артиста с конторским, в театре любой примет это за весьма неудачную шутку. А еще Евгений Бровкин был летописцем и биографом Амурского театра драмы. По его воспоминаниям, книга «Уралов и его ученики» вышла уже в 21 веке. Эта гримерка сегодня напоминает нам о двух настоящих артистах и верных друзьях – Евгении Бровкине и Викторе Чекмареве. Если вы заинтересовались, книгу Бровкина можно приобрести у контролеров перед спектаклем. Вторая гримерка – семейная. В ней видим материалы и документы двух актерских семей – Суприных и Спасских. Они представляют плеяду артистов, участников Великой Отечественной войны. Народный артист России Леонид Карпович Спасский с супругой Идой Петровной. И заслуженный артист России Федор Ильич Суприн с супругой Ефросиньей Захаровной. Создатели экспозиции, конечно же, лишь могли предположить, какие предметы были в гримуборной того времени. Но старались отразить суровость бытовых условий, не лишенную простых деталей обстановки. Здесь могла быть лампа, кофейник, кружки для кипятка. Простая накидка в холодные амурские зимы согревала в помещении, где спасением и роскошью была печка-буржуйка. Надеюсь, нам удалось создать хоть приближенно атмосферу в гримёрке, если не обстановкой, то уж материалами и фотодокументами всего только двух актёрских семейных пар нашего театра в лихолетии. За 1941-1945 годы в Амурском областном драматическом театре поставлено 82 пьесы. Сыграно 1422 спектакля. На спектаклях побывало около полумиллиона зрителей. Идут бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом, воздушные рабочие войны. Туман, туман, на прошлом, на былом, далеко-далеко за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Ведь на все мы рано повзрослели. Туман, 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 окутал землю вновь. Далеко-далеко за туманами любовь. Долго нас невестам дать с чужой дальней страны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны. Туман, 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 седая вина. И всего в двух шагах за туманами война. И гремят бои без нас, но за нами нет вины. Но в земле прикованы туман. Воздушные рабочие войны. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова